Взрыв В прошлой программе мы начали самую масштабную экспедицию бразильского сезона. Мир наизнанку отправился на поиски племени Яномами, которая совсем недавно вышла на контакт с современным человеком. Нам удалось собрать лучшую команду. Татунка – легендарный бразильский гид, организатор нашей экспедиции. Именно он в 1982 году организовал экспедицию и сопровождал по Амазонке самого Жака Ива Кусто. Седар – его сын, наш главный гид. Он отлично знает земли диких индейцев и, самое главное, умеет находить с ними общий язык. Андрея – мастер по выживанию в джунглях. А это не Валсон с командой первоклассных лодочников и механиков. Четыре дня мы провели в маленьких лодках. Преодолели 600 километров и добрались до границы с Венесуэлой. Путь к диким индейцам стал сложным испытанием. На порогах лодки приходилось тащить на руках. Еду добывали в реке. Опа! И ночевали в глухих джунглях. И когда мы, наконец, вступили на земли Яномами, индейцы не вышли с нами на контакт. Гид отправился на переговоры с вождем племени. И сейчас именно от этого разговора зависит успех всей экспедиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, обрадуйте меня, наконец-таки уже! Все, можно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вождь отказался со мной говорить. Он хочет посмотреть на тебя и говорить с тобой лично. Мне запретили ехать с вами. Вы все слышали сами. То есть они хотят общения из первых уст. Но самое главное, что в племя нас уже допускают. Я беру с собой все на неопределенный срок жизни в этом месте. И спешу с надеждой. Чао, Андрея! Удачи! Береги себя! Спасибо! Мы садимся в лодку, едем. И здесь буду только я, Саша и наш переводчик. В случае чего из вас получится особенно вкусная каша. Особенно вкусная каша, да. Отлично! Яномами называют одним из самых агрессивных племен среди всех индейцев. Непонимание их культуры уже приводило к смерти тех, кто вступал с ними в контакт. Только в бразильской Амазоне индейцы из разных племен убили уже больше сотни ученых и медиков, которые пытались им помочь. Как-то с нами работал один молодой сотрудник. Рядом жили индейцы. Этот парень пошел мыться на речку, увидел, что все они голые и тоже разделся. Но как только ступил шаг вперед, получил стрелу в грудь и умер. Индейцы выстрелили в него, потому что его половой орган не был затянут. Они подумали, что он какой-то сумасшедший, и выстрелили. Все дело в недопонимании. То, что для нас обычный жест, как привет, для индейцев может вообще значить оскорбление, как иди в такое-то место. Как шутил Седдер перед тем, как мы отплывали, каша из нас может получиться вкусная. И на самом деле это говорит о реальной традиции, которая сегодня существует в племени. Покойников они сжигают, а прав съедают вместе с кашей. Это распространено до сегодняшнего дня, как обычное явление. Наконец настал момент, которого я долго ждал. Спустя четыре дня долгой экспедиции мы подплываем к поселению Яномами. Но в реальности здесь все выглядит совсем не так, как я себе представлял. Я вижу квадратный, достаточно современный дом. Но он меня меньше всего удивляет. Это от Министерства здравоохранения. Это государство строило. Чего я точно не ожидал, так это увидеть на индейцах современную одежду. Откуда в глухом лесу появились признаки цивилизации? Это я надеюсь выяснить у вождя. А пока я с ним не встретился, лучше ни с кем не общаться. Я просто первый белый человек, которого ребенок увидел. Смотрите, который увидел, меня так стоит и плачет. Здесь нужно быть готовым к таким реакциям. Я планирую здесь поселиться и прожить столько, сколько у меня получится. И столько, сколько будет актуально. Чтобы выяснить про это племя, все самое-самое интересное. Меня окружают детвора из племени и с большим интересом рассматривают. Вот первые дома я уже вижу. Ребята из-за дерева выглядывают, прячутся. Я наконец-таки вижу это своими глазами. Легендарные дома Яномами. Вот оно. Чудо. Так выглядит Шапона. Традиционное жилище индейцев Яномами. Здесь проживает больше трех сотен индейцев. А за мной все больше и больше толпа деток идет. Мне кажется, что я попал в какой-то приключенческий фильм. Это не реальность. Яномами, друзья, я мечтал об этом визите больше 10 лет. И не был уверен, что он состоится. Это такой небольшой эверез в плане изучения племен. Оказаться здесь. Вы не представляете, насколько это племя охраняемое и труднодоступное. Вот здесь. Сейчас надо проявить уважение. Поставить вещи. Я подойду, представлюсь. Бонжи. Здравствуйте. Кто шеф? Я. Скажу честно, я представлял себе вождя совсем иначе. Например, на почетном месте. В шкуре ягуара и с роскошными перьями на голове. Но этот вождь был одет очень современно. Футболка и стильная красная кепка. Меня зовут Дмитрий. Здравствуйте. Вас зовут Алипио. Садись. Мы приехали к вам издалека, из Украины. И мы очень хотим показать, как живет ваша группа. Поэтому я прошу у вас разрешения поселиться здесь, пожить здесь. И просто стать частью вашей большой коммуны. Хорошо. Вы разрешаете, да? Да, разрешаю. Но нужно еще получить разрешение главного вождя. Я второй номер. Самый главный – Рикардо. Чтобы дать добро, оба вождя должны быть согласны. Если кто-то один против, ничего не делается. Номер один – Рикардо. А где Рикардо сейчас? Он повел мужчин на рыбалку. А что вы делаете? Вождь должен носить это на голове во время специальных ритуалов. А из кого это сделано? Из обезьяны. Примерь. А-а-а! Класс! Теперь ты как вождь. А как становиться шефом? Это звание передается по наследству. Если отец – вождь, значит, сын будет вождем и внук будет вождем. Понятно. У вас монархия тут. Такие у нас обычаи. Мы не выбираем вождей. Племя Яномами говорит на своем собственном языке Яномами, который в других племенах не знают, не говоря уже о переводчиках из цивилизованной Бразилии. Если честно, это самая большая сложность в работе журналистов племени. Вот вы знаете, друзья, это всегда самый напряженный момент в любом племени. И здесь я тоже опасался, потому что главный государственный язык страны здесь, как правило, никто не знает. И нужен очень образованный, умный житель племени, который знает и язык племени, и государственный. Я знаю португальский. Могу помочь вам переводить. Здравствуйте. Как вас зовут? Жиралдо. Господи, как я рад вас встретить. Спасибо большое. Будете нашим переводчиком? Да. И где вы так хорошо выучили португальский? Я приехал сюда из другого племени, когда мне было 13 лет. Потом к нам приехали евангелисты. Я смотрел на них так, как дети сейчас смотрят на тебя. Мне было очень интересно, что это за белые люди. Я учился у них. А еще позже приехала миссия из Министерства здравоохранения. Я помогал им контактировать с индейцами. Насчет первого контакта. Нам все говорили, что здесь еще никогда не было журналистов и не было туристов. Что мы первые. Это правда? Да, это так. Здесь никогда не ступала нога журналиста. То есть сейчас впервые в истории ваше племя снимают? Я правильно понимаю? Да, это первый раз. Друзья, мы первые. Мы первые. И это... Вы представляете, как я счастлив. Счастлив и очень рад, что вы первые, друзья, кто видит эти уникальные кадры. Это большая честь для нас. Вы уже все в шортах. Вы имеете некоторые современные аксессуары. Например, часы, очки. И поэтому очень тяжело определить на глаз, действительно, первые мы или не первые. Поэтому я уточню. Да, мы иногда носим вещи белого человека. Но это не значит, что мы хотим быть как белый человек. Мы не хотим терять нашу культуру. Мы учимся именно для того, чтобы сохранить ее от белого человека. Сегодня жизнь индейцев находится под угрозой. Для строительства дорог и добычи золота массово вырубают леса, в которых живут племена. Еды становится все меньше. От золотых приисков в реки сливают отходы. А ведь из этих рек индейцы пьют воду. Уже известно много случаев, когда целые племена Яномами были отравлены. Даже президент Бразилии Жаира Балсонару призывает отобрать земли племенных народов и развивать на этих территориях сельское хозяйство. Мы уважаем культуру белого человека. А белый человек должен уважать нашу культуру. Я вижу сначала вождь, а теперь вы положили что-то под нижнюю губу. Что это такое? Это наш традиционный табак. Сейчас дам попробовать. Вождь лично готовит мне местную жевательную самокрутку. Мне казалось, что это просто свернутые высушенные травы. Но процесс приготовления оказался очень неожиданным. Вот так вот, друзья. Он взял листья табака и завалял их в золе. Как это использовать правильно? Засунь под нижнюю губу. Ну что, вот так вот пробую магические травы Яномами. Щипет. А что я должен почувствовать? Ощути вкус. Вкус я чувствую. Вкус золы. Что-то соленое. Печет. Немножечко анестезия чувствуется. Буквально через минуту я понял, что у этих трав есть еще один неожиданный эффект. Вы знаете, я не знаю, как там у вас эффект, а меня рубит. Я хочу лечь. У меня что-то плохо. Ой. Это голова кружится. Серьезно. От него. Ты же первый раз пробуешь. Это нормальная реакция. Вот так вот племя Яномами встречает Диму Комарова. Я уже чувствую какой-то эффект. И у меня уже кружится голова. Я жую какую-то ерунду. Все нормально. Мир наизнанку. Классно. Спасибо. Я не знаю просто, как себя еще вести. Можно ли им дай пять говорить. Обидеться еще. А с какого возраста можно начинать вот это пробовать? Можно и с пяти-шести лет, если отец разрешит. Не знаю, как с пяти-шести, а мне тридцать пять, и меня уже повело. Со временем такая реакция проходит. Пацаны, а вы пробовали? Нет, дети не пробовали, но точно все взрослые его употребляют. Вот, друзья, достаю. Эти листья какой-то местной травки-бурабки. Я вам скажу, в голову бьют. Ого, как? Голова закружилась, не могу говорить. Сейчас попробую сформулировать мысли. Так. Слушайте, веселее стало. Нужно сплевывать кусочки листьев, а не глотать. А, глотать нельзя. Слушайте, а я глотал. Не волнуйся, это не опасно. Вот так, друзья, мы с вами открыли один из секретов. Вот почему у меня на маме вот так торчит губа вперед. Вот секрет. Но я пока больше не буду. А вы алкоголь пьете? Нет, у нас не принято. Класс. Вообще племя не пьющее полностью. Давайте посмотрим вашу деревушку. Пойдем. Ух. Ух. Друзья. Иду. Иду после табака. Покачивает. Головной убор еще не закончен. Давай я сниму. А почему дома строят таким полукругом? Мы всегда так строили. Для безопасности и контроля. Чтобы вождь мог всех видеть. Смотрите, какая интересная задумка. Получается, с любого дома абсолютно можно видеть, что происходит во всех остальных домах. И вождь, он выходит на порог своего дома и сразу видит, чем заняты все его жители. Я, кстати, конфет привез деткам. Как только Жералда начал звать детей, чтобы раздать конфеты, из домов буквально за несколько секунд сбежалась целая толпа. Держите. Держите. Признаться честно, такой реакции я не ожидал. Стоило мне открыть пачку с конфетами, как все вокруг, буквально бросились в бой. Дети безжалостно боролись, толкали друг друга и валили на землю. Вот почему меня предупреждали быть очень осторожным с подарками. Дети массово накидываются на вещи, которых никогда до этого не видели. Начинается какое-то безумие. К счастью, вовремя вмешался глава племени. Вот вы видите, подошел вождь, сразу появилась дисциплина. Четкая очередь. Любые подарки, даже простые конфеты, важно передавать исключительно вождю. Только он имеет право справедливо распределять все между членами племени. На самом деле, такие моменты я не очень люблю. Вы знаете, часто путешественники приезжают и с таким пафосным видом говорят, вот, мы привезли подарки, конфеты, это выглядит очень некрасиво. Здесь нас поэтому и предупредили. Не берите подарки в начале, подарки в конце. Но конфеты возьмите для знакомства, чтобы все знали, что вы друзья. И видите, нас не зря предупреждали, реакция сумасшедшая, набрасываются просто. Хоть многие индейцы уже и носят современные атрибуты, но главный закон джунглей никто не отменял. В данном случае конфету получает сильнейший. Большинство из этих людей никогда не бывали даже в Барселосе. Это тот город, из которого 4 дня добирались на лодке. То есть они живут только здесь. Поэтому конфеты и все остальное здесь этого никогда не видели. Я уж, честно говоря, даже не рад, что мы привезли эти конфеты, потому что, видите, лучше сюда белому человеку не вмешиваться и ничего не делать. Только хуже делается. Полминуты, и все исчезли. Разбежались по своим домам. И это что-то абсолютно новое для людей. Вы знаете, я смотрю на все это, и у меня основная мысль, которая возникает, вот какие бывают радости в жизни. И на самом деле это стоит показать всем нашим детям. Они посмотрят и увидят, как живут другие люди в другой части планеты. По большому счету, мы, современные люди, избалованы. Недовольство может вызывать, что нет нового смартфона, нет какой-то модели телевизора, приставки. И посмотрите, какие радости у людей, которые живут здесь, в амазонском лесу. Одна конфета – это уже предел мечтаний и настоящее счастье. Есть о чем задуматься. Как обычно проходит ваш день? Чем люди занимаются? Все племя встает до 6 утра, и каждый идет по своим делам – на охоту, рыбалку, на огород или готовить еду для семьи. Вот, смотрите, как раз идет процесс приготовления самой типичной еды. Здравствуйте! Как вас зовут? Мартинья. Меня Дима зовут. А что вы делаете? Я очищу макошейру. Макошейра – это картошка такая местная, да? Это съедобный корень. А как вы ее варите? Или сыруете? Сначала ее нужно натереть, потом хорошенько выжать в тряпки, чтобы вытек сок. Мякоть, которая осталась, нужно сжать и разложить вон в тех мешках, чтобы высыхала. Тогда будет вкуснее. Но можно и так варить целиком. В общем, друзья, это картошка маниока или макошейра. Это основа рациона племени Яномами. Рыба и вот такая картошка. Чтобы добывать себе пищу, индейцы научились не только хорошо охотиться и ловить рыбу, но и выращивать местную картошку. На нашу она совершенно не похожа. Созревшие плоды чаще всего варят целиком или перетирают, а потом пекут из картофельного порошка что-то вроде лавашей. Даже если охота оказывается неудачной, семья не голодает. Так что еда здесь есть всегда. А пока мы знакомились с кулинарными традициями индейцев, с охоты вернулся самый главный вождь – номер первый. Мы познакомились с вождем, но только одного из племен, которое живет в этом круглом поселке. Всего здесь два племени. Нам сейчас очень важно познакомиться с вождем второго племени, хотя все его называют номер один. Он считается как бы более авторитетный, главный. Без его слова ни одно решение здесь не принимается. Мы сейчас подходим к его дома. Добрый день! Заходи. Какая у вас большая семья? Давайте знакомиться. Меня зовут Дмитрий. Рикардо. Рикардо. Вы самый главный. Президент. Да, я вождь всего поселения. Мы уже с вашим заместителем, как его тут все называют, со вторым номером познакомились. Очень хорошо. Это мой младший брат. Вот так вот. Ну, в принципе, это же два племени, да? У нас одно племя, но у моего брата свой народ, а у меня свой. Мы живем вместе. Я вам, кстати, принес небольшой сувенирчик, Сань. Можно рюкзак? Смотрите, я знаю, что у вас места тут дикие, и что самое ценное – это рыба. Я вам привез вот такую блесну ловить рыбу. Вот такой воблер – это ловить тукунаре. Вам батарейки заряжать негде. Вот фонарик на солнечных батарейках. Леска. Конечно же, у вождя должен быть крутой нож. У вас теперь есть крутой ножик. Вообще, на самом деле, у нас считается, что дарить нельзя ножей – это плохая примета. Можем поссориться. Поэтому вы должны у меня его купить за какую-нибудь мелочь. И давайте совершим какой-то символический обмен. Вы мне подарите, например, перышко за этот нож, чтобы не поссорились. Я дам тебе вот это. Ух ты! Я, кажется, выходный обмен совершаю. А что это? Это серьги из перьев, очень редкой птицы. Как называется птичка? Это мужские серьги? Мужские для вождя. Атрибут вождя. Класс. Я выгодно поменялся. Это вы на праздники такое используете? Да, на самые важные. Обещаю вам, что если когда-нибудь на Думу и носить серьги, ваши будут первыми. Спасибо за подарки. Пока будешь у нас, можешь жить в моем доме. Я вижу, вы ходите в современной одежде. Как давно вы уже отказались от всех перьев и раскраски в повседневной жизни? Я с самого детства ношу одежду белого человека. Давно уже привык. Но на праздники мы все ходим только в традиционных нарядах. Откуда в те времена была одежда белого человека? Вот сейчас 2019 год, и мы до вас добирались 4 дня. Сюда просто нереально добраться белому. А тогда? Вот откуда здесь была одежда? Миссионеры Евангелийской церкви еще очень давно добирались до наших племен. Они увидели, что все мы голые ходим. И начали привозить нам одежду. А вот как воспринимались эти шаги? Может, родители рассказывали вам? Вы пытались противиться этой новой культуре и оставаться голыми? Или вам понравилось наоборот? Мы отказались принимать их религию, но одежда нам понравилась. И когда я родился, отец приучил меня носить одежду белых. Познакомьтесь с семьей. Я смотрю, жен у вас много, детей тоже немало. Вот это моя первая жена, Баниси. Здравствуйте, Баниси. Очень приятно. Самая первая, самая главная жена. Вторая жена кто? Вот это моя вторая жена. Здравствуйте. Как вас зовут? Изабель. Третья жена где? Вот она. Ой, господи, сколько же у вас жен. Здравствуйте. Как вас зовут? Марильда. А деток сколько у вас? Вот это мой сын. Вот это, вот это, вот еще один. Всего 11. 11 детей, друзья. И если поделить по женам, у какой сколько? Так, у этой раз, два, три, семь. Он не помнит. А нет, восемь. Как говорил, семь перепутал восемь. Он реально считал на пальцах детей, он не помнит. Со второй женой у меня четверо детей. Смотрите, с первой восемь, со второй четверо, уже 12. Вы уже ошиблись. У вас получается 12 детей, а не 11. Да, точно, все верно. С третьей женой вы пока не заводили детей? Она сейчас беременна первым. А, то есть вас можно скоро с 13-ым поздравлять, да? Да. Класс, поздравляю. Давайте о семейных традициях поговорим. Многоженство всегда было в племени иномави? Да, это очень давняя традиция. Бывает три, четыре и даже пять жен. Но только у вождей. У обычных индейцев может быть не больше двух жен. Более того, первая жена может запретить мужу иметь вторую жену. И он не может это оспорить. Вы знаете, просто для нашей культуры это аномально. Невозможно даже представить, чтобы три жены одновременно уживались в одном доме. Вот вопрос к вам. У вас муж, вождь. Вы первая леди племени. И вот появляется вторая женщина. Как вы отреагировали на это? Это я сказала ему жениться на ней. Она мне нравилась. Зачем? Почему? Он все время за ней бегал. Они часто гуляли вместе. И чтобы покончить с этой проблемой, я сказала ему жениться. Не прячьтесь от нас, пожалуйста. Мы хотим вас видеть. То есть вы, по сути, были любовницей, да, вождя? Жена об этом узнала и сказала, хватит с любовницами гулять, женись. Да, так и было. Как-то он подошел ко мне и сказал, что его жена не против, чтобы мы тоже поженились и больше не гуляли тайком. Хорошо, вот есть две жены. Чья инициатива, чтобы еще третья жена появилась? Вообще, она из другого племени, и я ее даже не знал. Иногда я ходил в то племя, мы охотились вместе, и другие индейцы начали сплетничать, что мы встречаемся. Хотя мы и не встречались, но об этом так много стали говорить, что я решил жениться и на ней. А вы не были против? Это все было непросто. Из-за нашей женитьбы в моем племени появилось много конфликтов, и у меня были проблемы. По традициям Яновами, если девушку кто-то обижает, даже ее муж. Она может просить защиты у родных братьев. Но если она уходит жить в другое племя, заступаться за нее уже никто не будет. Поэтому семьи часто против таких браков. Сейчас вы живете дружно? Да, сейчас у нас все хорошо. Мы счастливы все вместе. Мы все прекрасно знаем, что детей не аисты приносят. И для этого мужчине и женщине нужно уединиться. Как у вас это происходит? Мы занимаемся любовью ночью, когда все спят. Как вы решаете, сегодня вы с первой женой, со второй или с третьей спите? И принимают ли жены участие в этом решении? У нас нет никакого графика. И только я решаю, когда и с кем. С какой захотел, сто и лег. Вот к вам вопрос. Если вы спите в одном гамаке и точно знаете, что в соседнем гамаке муж сейчас с другой женой, ну неужели совсем нет ревности? Нет, пока он со своими женами, я не ревную. И вы тоже не будете ревновать первая жена? Нет, мне все равно. И вообще, я посмотрел вот на третью жену, которая вскочила и убежала. Мне кажется, у вас тут недовщина, что две главные жены, самую новенькую, как-то обижают. Потому что она молчит, все время грустно, и она убежала вообще. Нет, у нее просто такой характер. Раз уже у всех такое настроение, я вам еще кое-что скажу. Вот как вы делаете это в гамаке, вы, наверное, йоги тут все. В гамаке неудобно. Мы уже привыкли, нам удобно, и дети нормально рядом спят. То есть в это время дети тоже с вами в гамаке, правильно? Да, но ребенок спит и ничего не слышит. Сколько вы планируете детей, и на какой цифре вы хотели бы остановиться? Мы не планируем количество детей. Я, как мужчина и вождь, хочу увеличить свое племя. Это все происходит естественно. Но когда мы поймем, что уже хватит детей, и нужно воспитывать тех, что есть, мы сделаем специальное лекарство из шаманских растений. Выпьем его, и детей больше никогда не будет. Вы, я так понимаю, даете добро работать. Мы можем снимать. Да, сегодня у нас очень важный ритуал. Мы никогда не показывали его чужакам. Но ты наш друг, и я приглашаю тебя посмотреть. Через час старейшины племени собрались для проведения ритуала. Среди них оказался и главный вождь, узнать которого теперь очень сложно. Все они переоделись в уникальные индийские атрибуты. Жизнь в поселке будто остановилась. Женщинам и детям запретили выходить из домов. Яномами называют себя дети Луны. Они верят в легенду, будто произошли из крови Луны, которую один из богов во время сражения ранил в живот. Главные обряды Яномами посвящаются духам. Индийцы верят, что шаманы в каждом племени могут общаться с миром духов и использовать их силы. Яномами уверены, что именно духи контролируют грозы и штормовые ветра, смену дня и ночи, дожди и засухи, плодородие и количество добычи в лесу. А также удерживают купол неба, чтобы он не упал на землю. Я ожидал, что сейчас начнутся традиционные танцы. Но похожие обряды Яномами совсем не такие, как у других индейцев. В центре ритуала оказался молодой индеец. И то, что с ним делают, выглядит жутко. Друзья, мы с вами сейчас видим просто уникальный ритуал. Это действительно страшно. Такого вы не увидите больше нигде. Пожалуйста, на полу лежит мужчина. Мы видим много индейцев. Они в слезах. И такое ощущение, что он просто умер. Вот так кажется. Даже если присмотреться, он практически не дышит. Хотя иногда мы всматриваемся и видим, да, есть дыхание. Нет! 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 Что происходит вообще? То есть на первый взгляд какой-то кошмар. А вот его поднимают. Он едва-едва дышит. Плюет. Глаза слезятся. Из носа течет. Мужчина, который импульсивно двигается с белыми перьями на голове. Это боже. Это шаман. Он лекарь. Он человек, который общается с духами, который просит о племени. Все, что нужно попросить у духов, у богов. То есть он просит погоду, удачу, еду, урожай, дожди. Расскажите, пожалуйста, про этот обряд. Что происходит? Это ритуал, в котором старший шаман должен передать своему ученику духов. Мы готовим замену. Если с паже вдруг что-то случится. Эти духи дадут ученику тайные знания. Научат лечить людей. Этот ритуал называется рекура. История следующая. Вот этот молодой человек в синих шортах с желтой окантовкой, вот с которым сейчас боже шаман делает какие-то непонятные действия. Он сын покойного ныне шамана. Но он не стал шаманом сам. И теперь вожди пытаются сделать так, чтобы в сына известного шамана тоже вселились духи и передали ему знания, чтобы он тоже стал шаманом. Есть еще важная особенность этого ритуала. Дело в том, что войны здесь ведутся не только при помощи лука и стрел. Воевать помогают шаманы. И считается, что шаман может насылать на племя своего противника болезни и эпидемии. Поэтому вот сейчас ему передают знания, которые помогают отражать такие атаки. Атаки не физические, атаки духовные. И здесь верят, что если успешно провести ритуал, то дальше уже другие шаманы этому племени не страшны. Поколдовал, и племя противника заболело. Но если у тебя сильный шаман, он отразит такую атаку и не даст жителям заболеть. Даже если кто-то колдует против. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ведя сейчас считается, что он в центре поля, собрал энергию духов и сейчас таким образом передает ее своему преемнику, который станет шаманом в будущем. Выглядит, конечно, очень странно, какая-то Камасутра. Видите, какие-то действия, которые напоминают совокупление, будто бы у них интим между двумя мужчинами. На самом деле так передается энергия. Они одеты, они в шортах, слава богу. Вот сейчас снизу шаман, сверху его ученик. Шаман издает странные звуки, он вдыхает буквально шаманскую энергию в ученика. Только не подумайте ничего плохого. Да, выглядит очень сомнительно, но это тысячелетняя культура. Это, конечно, я такого еще никогда не видел. Видите, у мужчины, у него какие-то сопли зеленые. И он без сознания. Он про то, что принимал парика. Парика – это смесь трав, которая вдыхается через нос. Вот мы можем увидеть, многие принимают парика прямо в процессе ритуала. Помните, я в другой части Амазонии тоже принимал такую смесь, она называлась рапе. Но рапе слабее в несколько раз, чем парика. Считается, что это уже для того, чтобы можно было пообщаться с духами. Такие действия повторяются уже час. Шаман исполняет ритуальные движения с учеником и периодически убегает в центр деревни, чтобы собрать энергию духа. Молодому индейцу не позавидуешь, он постоянно теряет сознание. Его приходится приводить в чувства. Знаете, то, что сейчас происходит, даже немножко страшно, потому что такой эмоциональный басыл очень громко с напором, скажем так, выступает. Видно, что они в каком-то состоянии, под влиянием какого-то вещества явно, видите, то есть они не в себе. Если объяснять их понятиями, то, конечно, в них вселились духи. В него вселился дух курицы, поэтому он так ходит. К ритуалу присоединяются другие члены племени. Вокруг главного шамана и его ученика расположились старейшины. Вот сейчас проходит массовый обряд дыхания порошка, и все сидят как пьяные, посмотрите, то есть они плюются, сморкаются, качаются, видно, что они в состоянии не вменяемое просто. Это неотъемлемый атрибут шаманских ритуалов племени Яномами. КОНЕЦ Нам сейчас привычек объяснил, что его задыхание говорят о том, что в него все-таки вселился дух. Если верить традициям. Традиции говорят о том, что дух вселился, и теперь он получает таинственные знания. Это действительно первобытный дикий обряд, и тут не нужно ничего говорить. Тут все видно просто по картинке. Это, вне всякого сомнения, что-то уникальное. Это каменный век, который сохранился до наших дней. Якобы энергия сейчас выходит через его палец. Я попал куда-то в другой мир. Очень неприятно. Я сижу сейчас возле этих людей, и периодически у каждого из них рвота, текут сопли. На это невозможно смотреть просто. Вы доверяете больше современной медицине или вот этим ритуалам своим, шаманским? Одно другому не мешает. Они дополняют друг друга. Лекарства белого человека лечат тело. Мы им доверяем. Но есть болезни духовного плана. Это совсем другое. Шаманы другого племени могут атаковать нас, и нужно суметь защититься. Поэтому нужны шаманы. Как Яномами думают, в чем причина всех болезней? Нету какой-то основной причины. Представь, что шаман другого племени наслал болезнь на твое племя. Эта порча не дает людям дышать. Это как духовная иголка, которую никто не сможет увидеть, и никакое лекарство белого человека не поможет от нее. Только шаман с помощью парика сможет увидеть эту иголку и вылечить тебя. А вот эти ваши перекуры носом, что они дают? Я вижу явно, что вы находитесь под воздействием какого-то вещества, и ваше сознание меняется. Для чего вы принимаете этот порошок? Парика нужен для особых ритуалов, чтобы увидеть больше, чем видит обычный человек. Шаман видит другие племена и видит, что происходит внутри тебя. Парика дает шаману силу. Дело в том, что в обычных индейцах нет духов внутри, поэтому парика их немного сводит с ума. Но вот у шамана очень развит дух, поэтому он реагирует по-другому, он контролирует это. Что можно сказать по поводу парня, которого сегодня мучаете, вы уже 5 часов, он бедный валяется здесь на земле. Что его ждет по итогам этой экзекуции? Когда все закончится, ученик пойдет домой и будет приходить в себя. Со временем он начнет понемногу применять свои новые силы на практике. Для начала со своими детьми. Он должен сперва лечить легкие заболевания. Вот, друзья, этот ритуал очень странный. Будет продолжаться еще несколько часов. Мы здесь находимся уже 5 часов. Господи, он мне кажется все время мертвым. Но нам пора уходить. Дело в том, что здесь все построено на традиционных обрядах и ритуалах. И прямо сейчас в племени происходит еще кое-что очень интересное. И нам туда. Практически каждую неделю во многих семьях проходят не менее важные праздники. И они касаются взросления девочек. Тот день, когда у девочки появляется первая менструация, это особенный день. И это настоящий праздник. А вслед за ним идет очень длительный и очень важный ритуал. В процессе которого девочка превращается в женщины. Подходим к дому, где проходит ритуал. Это, в принципе, достаточно интимно. Это очень интересно. Мы сейчас попросимся. Ритуал посвящения девчонок во взрослую жизнь начинается в 8-летнем возрасте. Девочки прокалывают отверстия в носу и под нижней губой. В них вставляют разные племенные украшения. Обычно это перья или ветки. Совершающая и самая сложная часть ритуала происходит после первых месячных. Смотрите сразу после рекламы. Шокирующие семейные традиции в племени Яна Маме. Где тебя изолировали? Я спрятала ее внутри нашего дома. Не великовато разница в возрасте? По нашим традициям это нормально. Слушай, ты понимаешь, да, что рядом с тобой будущий муж? Девочка стесняется. Мама говорит, поздоровайся, поздоровайся. Я присяду здесь. Как вас зовут? Здравствуйте. Дениса. Дениса. Интересное имя такое. Я знаю, что у вас где-то, я так понимаю, дней 7-10 назад был особенный день. И теперь ты взрослая девушка, уже взрослая женщина. И сейчас вот завершают часть ритуала, да? Да. Я просто знаете, о чем говорю? На самом деле, только не обижайтесь. Это очень интимный такой момент. Мне кажется, он личный. Обязательно ли всем соседям знать, что произошли вот такие физиологические изменения? Да, нужно, чтобы это все увидели. Потому что об этом узнают не только в нашем племени, но и в других племенах. Что моя дочь стала взрослой. Важно для чего? Чтобы создать семью уже свою? Не именно для этого. Просто все должны знать. Это наша традиция, и мы этим гордимся. Яна Маме считает, что в период первых критических дней девушка становится крайне опасной. Особенно для мужчин. Поэтому на всю неделю ее изолируют в хижине. Девочке нельзя выходить, говорить и даже прикасаться к себе руками. Чтобы почесаться, она использует специальную палку. Где тебя изолировали? Где ты неделю провела? Вот последнюю. Здесь. Я спрятала ее внутри нашего дома. А как в течение этой недели жить, если нельзя выходить? Как питаться? Как, извините, в туалет ходить? Вообще выходить нельзя? Первые два дня она вообще не ела. Там была солома. Она справляла туда свои нужды. И я ее меняла. А для чего нужна эта неделя в изоляции? Это наша культура. Мы не можем по-другому. А давайте спросим саму доченьку. А ты как думаешь, правильно, что ты прошла этот ритуал? Ты довольна этим? Да, это счастливый день для меня. Мы наносим на ее тело специальные узоры и украшения, чтобы все знали, что она теперь женщина. Я тоже через это проходила. Вы разукрасили доченьку. Что дальше? Что теперь изменится? Как пойдет завтрашний день? Сегодня мы разукрасили ее первый раз. Вечером она должна смыть краску. А завтра после обеда мы снова ее покрасим. Вы знаете, я вижу, вас немножечко смущаю. Поэтому вопросы заканчиваются. Остается только пожелание. Дениза, я хочу пожелать тебе женского счастья. И самое главное, любви. Это очень важно для девушек. Пусть у тебя всегда в жизни будет много любви. И любовь тебя буквально окружает. Пусть все будет очень хорошо в твоей взрослой жизни. Дети здесь взрослеют рано. А некоторые традиции в отношениях мужчин и женщин вообще не укладываются в голове современного человека. Это Сашиана. Ей всего 8 лет. Это Сабья. Ему 29. Как только Сашиана родилась, ее мама объявила, что в будущем это будет моя жена. И вот недавно она достигла того возраста, когда уже может перейти жить ко мне на воспитание. Не великовато разница в возрасте, как по традициям вашего племени? По нашим традициям это нормально. В каком возрасте вы уже сможете жить, как муж и жена полноценно вместе? Когда ей будет 15 лет? Через 7 лет. Я понимаю, что это традиция, которая уходит корнями в древность, да? Но вот сегодня, в 21 веке, какая практическая сторона этого вопроса? Почему эта традиция вообще до сих пор живая? У нас так принято, брать будущих жен совсем молодыми на довоспитание. Я учу ее, как ловить рыбу, как ее правильно готовить. Со временем я научу ее ухаживать за огородом и охотиться. Сашиана, ты понимаешь, да, что рядом с тобой будущий муж? У тебя возражений нет никаких, да? Простите за вопрос, но вы взрослый мужчина, и у вас наверняка есть взрослые желания. А сейчас вы живете с какой-то женщиной, или вы будете ждать еще 7 лет, пока повзрослеет девочка? У меня есть девушка, с которой я провожу время, пока растет моя будущая жена. Это вы наворотили, конечно, ее на маме. И так во всех семьях? Это наша традиция. Так многие делают. Но это необязательное правило. Бывает, что парни женятся на уже взрослых девушках. Удобно, наверное, да? То есть придумал себе, какая должна быть будущая жена. И лепишь, как из пластилина, себе эту мечту каждый день. Учишь, воспитываешь. Да, это очень удобно. Я воспитываю свою будущую жену так, как хочу. Всего доброго вам. Горько говорить не буду, но желаю, чтобы у вас все было хорошо. Этот мир сложно понять белому современному человеку. Законы и обычаи изолированных индейцев шокируют. Но на этом экспедиция в племя Яномами не заканчивается. В следующей программе мы присоединимся к традиционной индейской рыбалке, которая мне запомнится на всю жизнь. Много-много вот такой мелкой рыбешки. Ай! Я все время упускаю. И равной, которой нет во всем мире. Все против одного, так нечестно! А еще примем участие в невероятном празднике, смысл которого шокирует любого европейца. То есть 6 лет назад вы свою маму тоже съели? Да, мою маму. А до этого дедушку и бабушку. Сегодня мы проводим этот праздник в честь наших предков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...